Добрый вечер, дамы и господа! Пришло время поговорить еще об одном замечательном веществе, о котором я вспомнил. Буквально сегодня утром это вещество называется амионитрит. Применяется оно при различных отравлениях на химзаводах. Во всяком случае, находится на вооружении медиков, которые располагаются на территориях химзаводов. И при выбросах различных веществ, в случае взрывов на химзаводах, всяких авариях, вот это вот вещество должно применяться для спасения отравившихся. То есть оно, как следовало из инструкции, ампулу, которая, ну вот такая большая ампула, собственно говоря, оранжевого цвета. И, значит, соответственно, эта ампула разламывается, и ей нужно поливать фильтр от противогаза. И потом навинчивать, соответственно, для того, чтобы отравление каким-то образом, то есть воздух, который фильтруется фильтром, противогазным каким-то образом очищать, что ли. На самом деле, если бы я сделал вот именно такую манипуляцию, которая была в инструкции, наверное, я бы уже с вами не разговаривал. Такая вот интересная штука. У меня было две такие ампулы, и у нас было пять человек. Мы собрались в гостях у одного персонажа, и, значит, положили эти ампулы посередине круглого столика. В комнате заперли все окна и двери, чтобы, соответственно, это не выветривалась штука, потому что это, собственно говоря, летучее соединение. И я, недолго думая, ударил по этим двум ампулам молотком. Ампулы лопнули со специфическим хлопком, так, словно внутри находился газ. На самом деле, там на вид была все-таки жидкость, однако, которая испарилась просто совершенно моментально, то есть практически превратилась в газ при нарушении целостности ампулы. И все произошло просто в секунды. Ну, никакой, я сразу скажу, что никакой эйфории точно не было. Было ощущение перехода в какую-то иную реальность. В плохом смысле этого слова. Воздух, все-все, как бы, что мы... Первое, что мы увидели, скажем так, это была комната, залитая ярким оранжевым светом. То есть песенка «Оранжевое небо» сразу сделалась реальностью. Мы как будто увидели мир через толстое оранжевое стекло. Все поплыло, а в ушах раздалось... То есть было такое ощущение, что вот после этого хлопка изменилась визуальная часть на оранжевую, и, соответственно, как будто мы погрузились глубоко под воду. Навалилась страшная тяжесть на все двигательные органы. И, соответственно, выступил пот. Там все нам просто... Это не то, что закружилась голова, а как будто бы нам кто-то ударил по вискам, ударил по затылку каким-то, в общем, довольно мягким, но в то же время тяжелым предметом. Как будто бы молотком, замотанным марлей, там, не знаю, с толстым слоем ваты. Такое вот ощущение... И как бы мы оказались в комнате, залитой ярким оранжевым светом, где все пульсировало. Пульсировало в глазах. То есть ощущение... Каждое биение сердца, оно превращалось в изменение... Очертания этой комнаты. Они становились то ясными, то неясными. То есть представьте себе яркий оранжевый, бьющий прямо в глаза свет, от которого хочется закрыть глаза, но когда ты закрываешь глаза, ничего не изменяется. В общем-то, ощущение такое, что внутри тебя взорвали оранжевую бомбу. И она начинает пульсировать. То есть она меняет все внутри тебя. Первое, что произошло после этого... То есть я бы говорил, что это произошло все в секунды какие-то, мой приятель бросился к балконной двери, буквально выломал ее, потому что движения были у нас у всех судорожные, ненормальные. Жалко, что это все не записывалось на видео. Мы делали только аудиозаписи, тогда и фото своих всяких трипов, подобных сумасшедших. И, конечно, из этого ничего понять невозможно, потому что какие-то возгласы, хрипы, там, откройте дверь и так далее. То есть если кто-то выкрикнул какую-то фразу, то это была совсем короткая фраза, измененным голосом, как будто бы ты кричишь во сне. На самом деле именно ощущение того, что комнату залил плотный оранжевый сироп, в котором ты с трудом передвигаешься, все движения как будто бы замедлились. Казалось, что этот человек бежит к балконной двери какой-то час просто невероятный. То есть это буквально такое ощущение замедления времени, где все застыло, где секундная стрелка на больших часах, висевших на стене, она как будто бы застыла, перестала двигаться, все перестало двигаться. И мы в этом сиропе пытаемся через этот сироп пробиться к воздуху. Наконец человеку удалось открыть балконную дверь, и мы вот так же медленно, как мухи в сиропе, пытаясь передвигаться как можно быстрее, но это нам казалось мучительным движением. Выскочили на балкон, где воздух был не оранжевым, где он был слегка только окрашен, вот этот оранжевый цвет, и стояли на балконе, пытались дышаться, приходили в себя. Но это произошло, я не знаю, сколько нам потребовалось для того, чтобы все это произошло, где-то полчаса, может быть, мы приходили в себя, в таком оглушении, одурении, где все потеряло, так сказать, чертания и так далее, все плыло, все расплывалось. Вот такой вот веселый препарат, амилнетрит. Спасибо за внимание, с вами был Олег Мавраман, это был четвертый выпуск «Совковой психобилии». «Совковой психобилии».